Приветствую вас на первом циничном канале. Ну что ж, друзья, осень настала, еще один финал, еще один апогей красоты. И это значит, что мне пора. Пора навстречу новому, пора в путешествие. Решил покататься по старушке Европе, еще немножко на машине поколесить, успеть что-то поймать в этом году. А вообще осенью самое путешествие. Поеду Россия, Беларусь, Польша, Германия, Франция. Может быть, по дороге заскочу в Бельгию. Немножечко проеду по территории Бельгии, но посмотрю, как маршрут будет строиться. Туда по северу, обратно по югу. Хотел в Испанию заехать, доехать до Испании, но подумал, что слишком большой маршрут, слишком поздно вернусь и слишком надолго оставлю, в общем-то, активную деятельность на первом циничном. Не пойдет. До центральной Франции доеду и обратно. И так где-то 7 тысяч километров тянет в путешествие, потому что осень, потому что завершение. Вообще, лет 10 назад я бы даже не был уверен, что мне пора. Я бы думал, пора мне или не пора. А сейчас тени сомнений нету. Точно знаю, что пора. С возрастом стал все больше и больше чувствовать потерю времени. Жалко время, теряешь. Проваляешься день, проболбесничаешь день и думаешь, надо же, целый день. А сколько это часов? А сколько минут? А сколько секунд? Сколько можно было сделать в этот день? Понять, почувствовать, попытаться осмыслить? Раньше, мягко говоря, проще к этому относился. В школе учишься, да, все плохо. Ну, подожди, школа кончится, как говорится, жизнь начнется. 10 лет. 10 лет. Дальше колледж, ну, хрен с ним, 3 года там жизнь пойдет. Потом на работу устраиваешься, ну, ничего, там, 5 лет, карьерный рост пойдет, все будет. 10, 3, 5 лет, друзья, из жизни паденки, которые всего-то на этом свете несколько десятилетий отведено. Из них активных реально прям несколько, даже не десяток. Несколько штучек, 3-4 активных десятилетия в лучшем случае. И вот так вот, 10 лет, раз, 5, туда, 3, туда. Красота. И не задумывался. А сейчас день жалко. И тогда я стал думать, что мне, какое время больше всего, жалко. Ну, какой день? Все-таки дни разные, их 365 в году, но, может быть, какие-то отличаются от других, из общей конвы выбиваются. И тогда я понял, это осень. Жальче всего терять осень, сливать. Потому что в осени наибольший смысл. Из нее можно больше всего почерпнуть, можно поехать в путешествие. И осеннее путешествие даст мудрость путешествия. Любое путешествие даст мудрость путешествия, но осеннее больше. Это как раз та мудрость, те знания, которые, в общем-то, словами невыразимы. Это то, что я больше относил насчет так называемого эмоционального интеллекта. И вот как раз осенью это черпается в путешествии в наибольшей степени. Осень жальче всего терять. Потому что осенью можно понять, можно найти ответ на главный вопрос жизни. В чем смысл завершения? В чем смысл конца, финала? Этим вопросом зададутся все. Кто-то, ну, более, может быть, чувствительный, сентиментальный задастся им, глядя на осень. Но даже очень стойкие, морально устойчивые комрады зададутся рано или поздно этим вопросом. Наиболее стойкие зададутся им под звуки молотка, забивающего крышку гроба, где уже потихоньку начал протухать смысл вашей жизни. Зададутся все. Но где ответ? И действительно можно упереться в такой тупик, что дойти до собственного финала и ответа не найти. И это будет очень обидно. ответ на главный вопрос не найден. Осень содержит в себе этот ответ. Но нужно искать, нужно смотреть, нужно пользоваться осенью, не просиживать ее. И пользоваться как раз через путешествие. Ответ же заключается в банальности. Просто ее нужно понять и пропустить через себя. То, что я вам сейчас этот ответ озвучу, это еще не значит, что вы его нашли. Его нужно пропустить через себя. Так вот, друзья, ответ заключается в том, что финиш, это вообще финал, финиш, завершение. Смысл завершения не в уходящем, а в грядущем. И вот сейчас в завершение я буду ехать навстречу новому. Я буду ехать через Карпаты, может быть, зацеплю немножечко Альпы, если совсем на юг выйду. Там красота. Я там был два года назад в Альпах осенью, как раз в октябре ехал из Австрии в Италию. Просто захватывает. Осень здесь – это жалкое подобие, конечно, осенний Хальп. Навстречу новому. В этом и есть смысл. И даже под стук молотка, покрышки гроба. Смысл не в уходящем, а в наступающем. Но понять это, пропустить через себя – вот задача жизни. Ну а помочь себе можно через путешествие. И вот сейчас я поеду себе в очередной раз помогать. По Европе покатаюсь. Не ради цивилизации, не ради каких-то няшек, там, благ цивилизации именно. А именно ради смены обстановки, ради смены нового. Когда едешь в течение нескольких дней, даже десятков дней или, там, недель, едешь постоянно, каждый день в пути, то сознание меняется. Сознание абсолютно по-другому воспринимает. Это не просто какой-то конгломерат впечатлений, это не просто длящаяся экскурсия. Меняется сознание, меняется восприятие, становишься мельче. Как бы размазываешься в пространстве времени. И это очень здорово. Это не потеря себя, это потеря уходящего, во благо приходящему. Тогда только и чувствуешь смысл жизни. Смысл жизни, которая конечна, но в то же время бесконечна. Конечна ее часть, бесконечна суть жизни. То есть она конечна в лицах и бесконечна в природе, бесконечна в сущности. Вот это понимается там, но понимается не мозгами. Объяснить это человек, который вернулся оттуда, побыл в этом измененном сознании, сознании путешественника, и захочет объяснить здесь, ничего не выйдет. Он примерно, да, объяснит, это будет очень убого звучать, примерно сейчас я это вам и объясняю. Но это все не то. Невозможно объяснить через обычный интеллект вещи, которые усваиваются только эмоциональным интеллектом. Для этого нужно путешествие. Для этого нужно понять, что пора. Пора – это не значит плохо. Мы сталкиваемся с финалом, понимаем, что все, пора, конец. Но это не значит, что плохо. Это не конец, это только начало. Итак, путешествие. На канал я, конечно, буду выходить, буду отслеживать. Может быть, где-то из Wi-Fi получится выкладывать новые видео, даже снятые там, в Европе. Но регулярности не гарантирую, потому что не знаю. Когда-то в отеле буду, когда-то в машине ночевать. Это новое, понимаете? Оно тем и ценно, что оно неопределенно. Когда мы хватаемся за определенность, мы все равно не получаем никаких гарантий. Гарантия здесь, особенно в России, это иллюзия. Но ради вот этой иллюзии гарантий мы отказываемся от нового. От того, где действительно мог бы быть опыт. От того, где могла бы быть красота. Красота, которую мы еще не знаем. Не на которую нам показали, сказали, вот, гарантированная красота, смотри. Тебе красоты надо, вон она. Как говорится, посмотри, распишись, что посмотрел, и все, иди дальше работай. А красота, которая сама по себе. Но она неизвестна. И ради того, чтобы на нее смотреть, нужно смириться с неизвестностью. Мало кто может с этим смириться. Короче говоря, кто-то считает, что путешествие, вообще, дорога хуже пожара. А мне кажется, это лучшее, что есть. Короче говоря, мне пора. Но не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.